Приветствую вас! Давайте попробуем разобраться с тем, что вы написали. Значит, формально ваш вопрос можно разделить на две части. Первая часть это про вас, вторая часть про вашего ребенка. Ну, полагаю, что суть, значит, вашей проблемы вам хорошо придала моя коллега, которая сказала вам, что именно у вас есть определенные, значит, трудности с самооценкой, определенные, значит, проблемы, определенные противоречия, вот. И, собственно, достаточно серьезные трудности, видимо, в том, как правильно вообще воспитывать ребенка нужно. И проблема ваших ценностей, она, на мой взгляд, стоит очень остро. Значит, ну, во-первых, пока вы будете называть себя теми словами, которыми вы себя назвали, и пока вы не будете относительно ценностно к себе, пока вы не будете иметь контроль над своей жизнью, пока вы не будете идти в сторону собственной гармонии внутренней, и пока вы не начнете уважать, любить себя, своему ребенку вы не сможете ничего донести. Вообще, вашему ребенку нужна мама, которая бы была счастливой, сама по себе, которая была бы уверенной, и которая могла бы научить человека любить себе. Вы не можете этому ее научить, потому что вы себя не любите. Чтобы полюбить себя, нужно убрать вот эти вот эпитеты, которыми вы себя окрестили, и конкретно так заняться собой. Заняться собой, своей внешностью, своей деятельностью, своими интересами, своей жизнью. Займите, с этим будет у вас возможность ребенку своему дать любовь, понимание и так далее. Вот. Значит, это первое. Второе. Почему вас тяготят обязанности? Значит, спинацию выбирать, готовить и так далее. Это ребенок. Это ваш ребенок. Каким бы он ни был, но это ваш ребенок. И почему вы к ней так относитесь к своей дочери, тоже большой вопрос. Дело в том, что вы относитесь к ней, к ней, как к взрослому человеку. Если забываете о том, что это ребенок, забываете о том, что ребенок вообще-то до подросткового возраста преимущественно ведет эгоистичную позицию, а то, что с ним произошло, это ужасно, это травма, это непредаваемо, и вы как будто бы обо всем об этом забываете. так далее. Психолог, вы говорите, что справились более-менее с помощью психолога, значит, с проблемой, но при этом у девочки уже на момент того, когда вы справлялись, были определенные проблемы, и все непонятно, почему теперь психолог с ней не работал, то есть с ней надо работать дальше, ее нужно вести, ее нужно наблюдать, с ней нужно работать. Как вы справились, если у нее явно есть агрессия внутренняя, что понятно, там еще свекроз, на нее, я полагаю, эту агрессию выливала уша в вас, ну, бабушка. Вот. Значит, тут точно непонятно, почему перестал наработать с психологом, тем более, более или менее, вы говорите. То есть такое ощущение, что все это у нее ушло вглубь. а на поверхности в принципе быть перестал. То есть вот раньше это было на поверхности, а теперь все это в значительном глубине. Ну а вы подумали, что это есть симптом улучшения. Ну, на мой взгляд, это ошибка. То есть не знаю, как вы работаете с психологами, но если результат был, то совершенно непонятно, почему вас не насторожнило ее поведение, которое у нее наметилось у девочек. Ну, по поводу жарности и по поводу гунтарства, это понятно, это бунт против несвободы. Надо сказать, что и вы тоже не чувствуете себя свободны, надо сказать, что вы тоже чувствуете себя, я бы сказал, не свободны. И до тех пор, пока вы будете чувствовать себя сами не свободны, ну и соответственно, ребенок тоже будет чувствовать себя каковым. Далее, откуда у вас такое отношение к ней, что ей за что-то могли подарить столько всего? То есть, откуда есть это отношение? Почему вы не считаете, что сыр бывает бесплатный? Бесплатно бывает. Может быть, редко, но человеческую искренность в подарке никто не отменял. И зачем вы такие условности сейчас научаете ребенку, для меня тоже непонятно. То есть, да, был факт воровства, но детское воровство, как правило, обусловлено определенными причинами. Эти причины разбираются с психологом. Они разбираются с этим работают и так далее. Нельзя судить ребенка как вора. Ваш ребенок не ворует. Ребенок пытается восполнить недостаток внимания, недостаток любви к себе, потому что вы любви ему не даете. И внимания скорее всего тоже не даете. Поэтому как вора воспринимать ее нельзя. Далее. вы говорите, что я ненавижу людей, которые воруют и нарушают закон. Мы проповедим, что людей, которые воруют и нарушают закон, может быть действительно не нужно любить. во-первых, ваш ребенок это еще не полноценный член общества, у него отсутствуют рамки, отсутствуют границы, отсутствуют понятия о законе, отсутствуют такие понятия. И вы немножечко не в том плече смотрите, вы говорите ужасные вещи про аборт, про спасение и так далее, но это всего лишь говорит о том, что вы к ней относитесь негативно. Если вы сейчас, здесь и сейчас не измените свое отношение к ней и не будете относиться к ней с любовью, с лаской, с пониманием и начнете ей как следует заниматься, то ситуация будет плачевна. Опять же, можно сколько угодно говорить, что вы виноваты, можно сколько угодно искать виноват, но ребенок ни в чем не виноват, это точно. Поэтому почему вы во-первых приравниваете ребенка к его козроку к человеку, это первое, и второе, ага, значит, почему у вас такая ненависть к тем, кто нарушает законы? Да, может быть их не нужно любить, но и ненавидеть тоже их не стоит, потому что это демонизация, демонизация ничего хорошего вам не даст, кроме негатива. Опять же, в вас самой, да? Дальше. Отец. забывайте, сильно вы демонизируете отца ребенка. И понимаете ли вы, что при негативном портрете отца ребенок начинает думать, что отец что-то хорошее, но опять же, вы как будто забываете, что ребенок прижил травму. Ну и вот ваш общий настрой, что из нее ничего хорошего не выйдет, а что должно выйти хорошего. Из ребенка для меня, если честно, остается загадкой, то есть что именно, что именно должно выходить из ребенка хорошее. Почему вы считаете, что ребенок должен соответствовать вашим представлениям и требованиям? Если вы знаете, что у ребенка проблемы например с ласками, если вы знаете, что видели, что ребенок из 10 морозинок съел 5 сразу, чем кто-то говорит, мог навредить себе, и вы поняли, договариваться с небес полезно, зачем вы купили еще после этого каких-то вещей, и вы удивляетесь, что она опять не держала слово. Мотив? Какой мотив? Какой у нее может быть мотив и смысл слушать вас? Подумайте, вам не нужно для нее быть авторитетом, а вы для нее не авторитет. Почему? Потому что вы не любите себя и не уважаете себя. Поэтому сперва работа с вами, как вы к себе относите личностный рост. Я думаю, что психологическое консультирование, возможно, занятие с собой, коучинг, может быть, элементы психоанализа, я бы рекомендовал разбор детско-родительских отношений вам. И после изменения отношения к себе или лучше всего в процессе изменения отношения к себе девочке необходимо показать психотерапевту очных, как он сказал, коллега, и чтобы он с ней занимался. Так в режиме онлайн с 8-летним ребенком работать не думая, что возможно. То есть тут огромную роль играет сам кабинет, огромную роль играет непосредственно контакт с ребенком, ребенок должен видеть человека, ребенок должен доверять этому человеку, то есть по сути психолог должен брать ребенку другом, чтобы кто-то ему доверял, и через доверие уже понять, что именно ребенка беспокоит. Не так вот, что мы дали какой-то совет, и вы стали ему следовать. Сейчас вам нужно работать над собой, и одновременно вновь показать ребенку детскому психологу или психотерапевту. Вот. Значит, ну вот мой коллега говорит, что нужен психотерапевт. Я думаю, что психотерапевт обязательный, но шелл можно попробовать показать и детскому психологу. Только на регулярной основе. Посмотрите, что он скажет, и так далее. Я думаю, так. То есть работа вам предстоит, и работа серьезная над собой в первую очередь, как вам и сказала моя коллега. Главное, чтобы вы услышали. Вот с вами работать можно в принципе вполне заочно, в плане можно работать онлайн, но для этого вам нужно быть готовы меняться в своей взгляде. То есть то, что вы впечатлили по поводу того, что вы понимаете, что лучше без СМИ, что вы готовите убирать, убирать это плохо, что да, вы не сделали оборот, что на ребенка вы ставите крест, что вы сами себя не любите. Все это очень негативные установки, которые не могут не влиять на ребенка. И чтобы его поведение хоть как-то начало меняться, нужно чтобы вы поменяли свои установки сами, которые вы транслируете девочке даже на невербальном уровне. Надеюсь, что вы это поймете, и если это будет так, то вы выберете экспертами на нашем ресурсе и поработаете с ним над собой в первую очередь. Еще раз повторю, попутно, параллельно от этим обязательно не тяните, покажите ребенка детскому психологу хотя бы он для вас дар дальнейших рекомендаций. Тем более, что опыт работы с психологами у вас уже есть. На этом все, надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду вам помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи!